Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» о перспективах развития технопарка «Коралл» будем говорить сегодня с гостем студии. Присоединяйтесь! Андрей Павлович Бобович – директор Агентства развития и содействия инвестициям, кандидат экономических наук, доцент. Родился в 1975 году в Гомеле. Окончил Гомельский кооперативный институт. Здесь же, после завершения аспирантуры, работал ассистентом кафедры коммерции и технологии торговли. В 2016 году назначен проректором по научной работе и инновациям. С 2018 года – доцент кафедры коммерции и логистики Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. В нынешней должности с 2019 года. На вопросы, которые касаются инновационной деятельности, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле – 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Андрей Павлович. Здравствуйте, Ольга. Андрей Павлович, агентство развития и содействия инвестициям было учреждено администрацией СЭС «Гомель-Ратон» еще в 1999 году. Срок более чем достаточный, чтобы уже оценить эффективность работы. Что вы считаете главным достигнутым за это время результатом? Чем особенно гордитесь? Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что это более чем 20-летний опыт работы. Кроме этого, это увеличение штата сотрудников более чем в 5 раз. И расширение непосредственно этой сферы деятельности, которыми занимается на сегодняшний день агентство. Это сегодня и услуги технодзора, это сегодня и написание бизнес-планов, это на сегодняшний день и технопарк, это на сегодняшний день и услуги складовременного хранения с таможенным оформлением. Ну, мы на всех этих направлениях еще сегодня остановимся подробно. Но вообще, вот в связи с масштабным строительством второй очереди технопарка «Коралл» еще остается время на то, чтобы уделять внимание чему-то другому? Да, конечно. Естественно, что основной приоритет сегодня это запуску первой очереди технопарка, но в то же время необходимо уделять внимание и тем сферам, которым занимается агентство уже давно. В минувшем году на базе старого гомельского завода «Коралл» открылся новый технопарк. Цель была заявлена помочь развитию IT на региональном уровне. Вопрос, который сразу же возникает у людей, которые осведомлены о развитии высоких технологий в городе Гомель и в регионе. Зачем, собственно, Гомельской области второй технопарк? Потому что один у нас уже есть. В чем их отличие? Ну, я уже неоднократно отвечал, в принципе, на этот вопрос. Повторюсь еще раз, что я придерживаюсь того мнения, что субъекты инновационной инфраструктуры должны быть представлены не только одним технопарком. Чем больше их будет в городе Гомеле, на мой взгляд, тем лучше. Потому что на сегодняшний день наша специфика заключается в том, что мы, в том числе, технологический технопарк. У нас есть на сегодняшний день производственные площадки, у нас есть фаблаб, в котором могут заниматься не только IT-проектами наши резиденты, но и разрабатывать технологические стартапы, что сегодня очень важно для экономики не только нашего региона, но и страны в целом. Поэтому наше принципиальное, скажем так, отличие в том, что мы имеем эти производственные площади, имеем более, скажем так, богатую инфраструктуру и ищем резидентов по разным направлениям. Одно из основных направлений – это разработка бизнес-планов, собственно, от организации стартапа до уже запуска проекта в реализацию. Скажите, пожалуйста, а кто ваши основные клиенты, кто с вами работает? Ну, преимущественно по разработке бизнес-планов – это, конечно, предприятия свободной экономической зоны, Гомель-Ратон, так как это необходимое условие при регистрации. Кроме этого, это предприятия, которые работают по инвестиционным проектам, это те субъекты хозяйствования, которые берут кредиты в банках, ну и, конечно, это непосредственно наши резиденты, которые для того, чтобы стать резидентом технопарка, должны предоставить бизнес-план, рассчитанный на три года. Ну вот, как говорил персонаж известного литературного произведения, у нас идеи есть, у нас бензина нет. С этим и сталкиваются обычно молодые предприниматели и разработчики, когда креатив есть, нет денег, нет производственных площадей, нет дорогостоящего оборудования, нет помещения. Зато все это есть у коралла. Мне, честно говоря, даже сложно представить объем вложенных в возведение всего этого богатства средств. Как решаются вопросы с финансированием? С финансированием, то есть этот проект на сегодняшний день, он финансируется и финансировался из разных источников. Это и собственные средства, это средства инновационного фонда Гомельского облсполкома, это и средства республиканского фонда, и свободной экономической зоны Гомель-Ратон. На сегодняшний день и огромное спасибо Гомельскому областному исполнительному комитету за поддержку в строительстве и запуске первой очереди технопарка, так как на сегодняшний день преимущественно финансируется из инновационного фонда Гомельского облсполкома данный проект. Андрей Павлович, но ведь это же далеко не благотворительность, все это должно окупиться. Какой расчетный срок для этого? Абсолютно правильно. Конечно, мы прекрасно понимаем, что те деньги, которые тратит государство, должны приносить отдачу. Но хочу, Ольга, тут заметить вам, что мировая практика показывает о том, что сроки окупаемости данных проектов, как правило, более 10 лет. Поэтому технопарк – это так называемая игра в долгую. Здесь надо запастись терпением и ждать отдачу в ближайшие, скажем так, 10 лет. Но о быстрых каких-то сроках окупаемости на сегодняшний день не приходится говорить, потому что это связано с тем, что и резиденты должны прийти в технопарк, они должны свою деятельность еще вывести на какой-то новый качественный уровень, реализовать тот продукт или оказать ту услугу, с которой они пришли резидентами в технопарк. Это все занимает время. Поэтому будем надеяться на быстрый, скажем так, запуск наших резидентов и выход их на рынок со своей продукцией. Ну вот к ним давайте перейдем, к вашим резидентам. А вообще у них временные ограничения есть? От зарождения, от того, как они приходят к вам с какой-то идеей, которая еще пока только на бумаге, до того момента, когда они получат уже прибыль? Временные ограничения они сами устанавливают, и мы это прописываем в бизнес-планах. Как правило, это три года. За эти три года они должны показать свой результат. Ну и ежегодно они отчитываются о том, как они выполняют те параметры, которые заложены в бизнес-плане. Соответственно, подтверждают свою инновационность. Вот это и есть как бы основной критерий для того, чтобы резиденты находились в технопарке. Сложнее здесь с технологическими стартапами, так как, опять же, показывает мировой опыт гораздо больше проблем с выводом именно технологических стартапов на рынок. Им требуется более длительный период времени, как правило, более пяти лет, для того, чтобы их продукция оказалась востребованной на рынке. Андрей Павлович, давайте сейчас тогда с определениями разберемся, что значит понятие «инновационный» и что значит понятие «технологический стартап». Ну, во-первых, эти понятия, они прописаны в законе о государственной инновационной политике и инновационной деятельности Республики Беларусь. Ну и инновация – это инновационная деятельность, это преобразование новшества в инновацию. Вот. Но здесь надо оговориться, что не каждое новшество может быть инновацией. Потому что оно должно быть, во-первых, внедрено, оно должно давать какой-то значимый эффект для предприятия. И эти инновации могут быть совершенно разные. Они могут быть и продуктовые, и маркетинговые, и технологические, и социальные, в зависимости от того, где используются данные инновации. Ну, а мне очень, в принципе, нравится определение, которое сказал Стив Джоб в свое время – инновации отличают лидера от догоняющего. Поэтому те, кто на сегодняшний день внедряет инновации в свое производство, в свою работу, они, как правило, и становятся сегодня лидерами на рынке в тех или иных сферах. То есть это уникальные предложения, да, в производстве товаров и услуг, которые до этого еще на рынок не выводились. Да, и которые уже используются сегодня на предприятии. А технологический стартап? Технологические стартапы – это, как правило, те вещи, которые требуют разработку прототипа. Потом непосредственно уже его регистрации в качестве объекта интеллектуальной собственности. Здесь тоже длительный период с тем, чтобы автор свои права защитил перед выводом на рынок. Ну и самая главная проблема по технологическим стартапам – это поиск инвестора, кто возьмется потом изготавливать уже в производстве то, что предложил им резидент наш технопарк. А уже есть какие-то готовые прототипы? На сегодняшний день как раз-таки у нас из шести резидентов два занимаются технологическими стартапами. На сегодняшний день уже у нас есть готовый, скажем так, прототип смарт-жалюзи, так называемые. Это интеллектуальная система управления жалюзи в зависимости от освещенности на улице. То есть они в автоматическом режиме, сами открываются, закрываются и так далее. И вот на сегодняшний день как раз-таки и есть проблема с тем, чтобы подключиться к этой работе и с софинансированием этого проекта, в том числе от частного бизнеса, который готовый войти в эту разработку вместе с нашим резидентом. Потому что компании, как правило, молодые, субъекты малого предпринимательства, им не хватает средств на дальнейшее продвижение своей продукции. А с поиском инвестора тоже вы им помогаете? Естественно. Мы в том числе и занимаемся тем, чтобы, имея какие-то наши возможности, помочь на сегодняшний день молодым стартапщикам с поиском инвестора. В том числе вот то, что наш технопарк является сегодня при свободной экономической зоне Гомеля-Ратон. У нас есть такая уникальная возможность в том числе предложить эту разработку тем производственным предприятиям, которые входят в свободную экономическую зону. Которые уже закрепились на рынке, которые уже работают. Да. И занимаются определенной спецификой работы по выпуску какой-то конкретной продукции. А резидентом технопарка может быть только белорусское какое-то предприятие, да, юридическое лицо? Согласно действующего законодательства, по технопаркам конкретно Республики Беларусь, да, только белорусские. Особый статус у парка высоких технологий. Они могут иметь и иностранные компании. Накануне в технопарке «Коралл» побывали наши корреспонденты и поделились своими впечатлениями от увиденного. Технопарк «Коралл» выпускалось в засекреченном подземном цехе. Однако в начале 90-х положение резко ухудшилось из-за прекращения военных заказов и падения спроса на основную гражданскую продукцию. Здания, в котором разместился технопарк, не эксплуатировались более 15 лет. Первый модуль открыли летом прошлого года. Сегодня здесь зарегистрировано уже шесть резидентов. Кроме того, на базе технопарка будет создан бизнес-инкубатор для помощи начинающим предпринимателям, а также проведут ряд обучающих семинаров. Мы, в принципе, планируем на базе технопарка «Коралл» и на базе бизнес-инкубатора проводить различные тренинги, проводить семинары. Вот, в частности, с февраля месяца к нам в технопарк «Коралл» придут на практику студенты Гомельского государственного университета имени Франциска Скорыны, с которыми у нас заключен договор о сотрудничестве. Придут студенты из Сухого. И, в принципе, они смогут уже какие-то свои идеи здесь нам рассказать, обсудить с нашими резидентами, ну и в том числе получить консультации. Практически половина зарегистрированных резидентов технопарка «Коралл» сегодня занимается доработкой известной программы 1С – автоматизация ведения бухгалтерского и налогового учета и работы с системами налогообложения в различных странах. Свою востребованность гомельские айтишники объясняют несколькими факторами. В Беларуси приемлемая стоимость услуг, высокое качество и короткие сроки выполнения заказов. «Украина обращается, Россия обращается, и у нас есть такие клиенты из Украины и России на данный момент. С этого года у нас появились. Они обращаются в основном за тем, чтобы соединить 1С, например, с какими-нибудь чат-потами – Телеграм, либо Вайбер, либо еще какими-нибудь другими мессенджерами. Потому что есть компании, которые занимаются продажами, допустим, в Сингапуре, Дубае, и у них не всегда есть возможность, чтобы все их менеджеры были на месте, они находятся в разных точках мира. А бухгалтерия ведется, допустим, в России, либо в Украине, где саму бухгалтерию, весь учет ведут в 1С. Соответственно, удобно соединять такие чат-боты, делать и соединять их с Вайбером, либо с Телеграмом. Ну, соответственно, вот мы этим и занимаемся. Это и есть облачная технология, так как у нас все автоматизировано, и через интернет мы можем соединяться». Этим летом в технопарке «Коралл» откроют второй модуль. В фойе шестиэтажного здания, где раньше находился административный корпус, разместится коллективный офис, предназначенный для комфортного проведения мобильных переговоров с партнерами. Вообще, всем необходимым для начала ведения бизнеса здесь будет оборудовано более 50 помещений, площадь каждого из которых около 50 квадратных метров. Хотя помогать в технопарке будут не только зарегистрированным резидентам. В прошлом году здесь объявили конкурс технологических стартапов. Итоги подведут в июле этого года. Его особенность в том, что в составе жюри будут представители бизнеса, которые могут реализовать лучшие проекты на практике. Технопарком «Коралл» при поддержке свободной экономической зоны «Гомель-Радон» проводится открытый конкурс технологических стартапов «Техномания-2021». Конкурс – это площадка для встречи с потенциальными инвесторами. На этом конкурсе юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица смогут показать свои стартапы не только айтишные, но и технологические. И вообще основная цель этого конкурса – это развитие рынка высоких технологий не только Республики Беларусь, но и Гомельского региона. Вы смотрите «Диалог» Андрей Бабович, директор агентства развития и содействия инвестициям. У нас в гостях. Андрей Павлович, прием заявок на конкурс «Техномания-2021» продлен до 31 мая. Скажите, пожалуйста, заявки уже поступают к вам? Да, заявки поступают. Конечно, хотелось бы, чтобы интерес к этому конкурсу был более основательный. Но тут мешает, наверное, ситуация, связанная с пандемией. Но даже пользуясь сегодняшним эфиром, хочется пригласить абсолютно всех, кто так или иначе связан с инновационной деятельностью. Это могут быть и студенты, и начинающие предприниматели, и фирмы, и уже организации, которые существуют на рынке. К участию в этом открытом конкурсе я подчеркиваю о том, что это конкурс не только среди Гомельского региона, но и, в принципе, среди всей Белоруссии. И вот, в частности, заявка к нам поступила от фирмы, которая находится в Минске и предлагает интересный проект по системам кондиционирования. Но в то же время это может быть и идея у сегодняшнего студента, который ее разрабатывает, участвует в каких-то стартап-школах, и готов ее предложить на суд. Поэтому мы ждем все заявки, ну и, как было сказано в сюжете, в составе жюри у нас находятся, как правило, это профессионалы, это директора или их заместители резидентов свободной экономической зоны, которые глубоко разбираются в конкретной специфике области деятельности, и, как правило, они и будут получать уже эти поданные заявки на экспертное обсуждение. А что получит победитель? Ну, победитель, прежде всего, мы планируем, что он станет резидентом технопарка без дополнительного конкурса. То есть этот конкурс уже и является тем, что он представляет на суть свой стадаст. Такое зачисление автоматом. Да, зачисление автоматом. Плюс он может найти потенциального инвестора, который может взять эту идею себе на вооружение и уже реализовать его проект. Ну и, конечно, если необходимо написание бизнес-плана, то агентство бесплатно этот бизнес-план подготовит для резидента, для того, чтобы он уже мог дальше с ним вступать в технопарк. То есть если где-то сейчас есть будущий гомельский Стив Джобс, то ему к вам стоит ознакомиться с условиями конкурса, оставить заявку на сайте технопарка «Коралл» и ждать своей удачи. Кстати, места для будущих резидентов в технопарке «Коралл» еще более чем достаточно. Сейчас шесть действующих при расчетной возможности в 50 резидентов, если я не ошибаюсь. Вы их сейчас ищете активно или скорее выбираете? Ну, на сегодняшний день, конечно, мы ищем. Вот хотелось бы, может быть, и выбирать. Но на сегодняшний день, так как мы открылись только в июне месяце 2020 года, то многие компании, начинающие, в том числе и не знают о том, что существует второй технопарк, и поэтому приходится где-то уже и рекламировать себя, и рассказывать более, скажем так, индивидуально с каждым беседовать. Ну, вот до конца 2020 года у нас было четыре резидента, а в январе 2021 у нас зарегистрировалось еще две компании. То есть получается буквально в январе два новых резидента. Поэтому чем больше будет информации, в том числе в средствах массовой информации, тем, соответственно, может, мы уже будем выбирать и будет стоять очередь. Ну, это должны быть зарегистрированные предприятия, предприниматели, либо вот физическое лицо, у которого есть классная идея, может прийти со своим проектом и сказать «хочу, готов работать». По законодательству это должно быть обязательно юридическое лицо, но на сегодняшний день, если есть желание у физического лица, то сегодня получить статус индивидуального предпринимателя достаточно просто. И если надо в этом помощь, мы тоже можем ее оказать. Вообще, если посмотреть на сайте агентства список услуг, которые вы предоставляете, то можно и растеряться, настолько он на самом деле широк, это не только офисные помещения и лаборатории, это еще и так называемый склад временного хранения. А вот эта услуга, она для кого предоставляется? Прежде всего, эта услуга, конечно, для резидентов свободной экономической зоны, так как локация нахождения данного склада, это непосредственно на территории свободной экономической зоны. И это создает максимальное удобство для резидентов свободной экономической зоны, воспользоваться этим складом. Потому что на сегодняшний день у нас в Гомеле эту процедуру выполняет только две организации, это Белтамош-сервис и, соответственно, агентство. Поэтому вот данная услуга, она востребована, и ею пользуются уже далеко не первый год наши резиденты. Но это предприятия-экспортеры, я так понимаю, да? Те, кто проходит процедуры таможенного оформления. Да, и в основном это импортеры, потому что на сегодняшний день экспорт отдан на откуп самим резидентам, а вот импорт – это все происходит через склад временного хранения. Но в то же время этим складом могут воспользоваться и сторонние предприятия, не только резиденты свободной экономической зоны. Пожалуйста, милости просим. Готовы принять. Еще одно из направлений вашей деятельности – это оказание инженерных услуг. Какие проекты, которые на слуху курировало агентство? На сегодняшний день количество проектов приближается к 400. Поэтому эта цифра уже достаточно такая значимая. Но из таких наиболее интересных проектов, которые можно отметить, это модернизация реческого деревообрабатывающего нашего предприятия «Речеса-Древ». Это предприятия, связанные с оборонным комплексом в том числе. Это опять же говорит об инновационности, в том числе и наших инженерных услуг, в том, что два последних года занимались отказанием инженерных услуг предприятия «Криптотех». Это предприятия «Гознака Республики Беларусь». И то, что сегодня все слышат о том, что скоро у нас будут биометрические паспорта, так называемые, будут разрабатываться в том числе и на данном предприятии, к которому приложили руку в том числе и агентство. Поэтому спектр наших предприятий не ограничивается только регионом города Гомель, а работаем по всей республике, включая Брестский речной порт. Одно из первых соглашений уже с новым технопарком подписала Гомельская областная больница. Речь шла о создании высокотехнологичных материалов, которые могут использоваться в суперсовременных и сложных операциях. Вот какое продолжение получило это начинание, есть ли у него уже какое-то логическое завершение? Ну, вообще, на мой взгляд, медицинское направление, оно достаточно слабо представлено у нас в Республике Беларусь в качестве резидентов технопарка. Если мы смотрим на ту же соседнюю Российскую Федерацию, то в том же Сколково 25% составляют медицинские стартапы в том числе. И мы видим сегодня, как все беспокоятся за свое здоровье. И вот в том числе это начинание, которое было положено с Гомельской областной больницей, оно продолжается и по сей день. Дело в том, что те вещи, которые делают сегодня гомельские энерохирурги, они делают предоперационное моделирование операций с помощью 3D-технологий. И на том оборудовании, которое имеется на сегодняшний день у технопарка, можно печатать навигационные матрицы, с помощью которых потом делается уже непосредственная операция в реальных условиях в больнице. И на этом научные исследования врачей Гомельской областной больницы не заканчиваются. У нас в 2021 году запланированы совместные заявки на выполнение научных исследований. И их квалификация, их практический опыт, наша матехбаза позволяют выйти на новый качественный уровень при оказании медицинских услуг в городе Гомеле. Но для этого они должны физически находиться на территории технопарка, так ли? Нет, у нас с ними заключено соглашение. Они могут передать изображение, которое они получают с компьютерного томографа, нам онлайн. Здесь уже специалисты его обрабатывают, запускают на печать, и они получают готовый результат. Это интересно. А вот все-таки, что касается новых материалов, там есть какие-то подвижки? Новых материалов, ну... Или это пока уровень просто разработки? Это уровень разработки, но те самые материалы, с помощью которых печатаются эти изделия, они могут быть совершенно разными. Это все зависит от того оборудования, на котором это все печатается. А в целом сколько у технопарка сейчас партнеров? Вот если говорить уже о каких-то существующих соглашениях. На данный момент подписано уже 8 соглашений с разными партнерами, вот начиная от Гомельской областной клинической больницы и заканчивая тремя ведущими университетами города Гомеля. Вот поэтому я думаю, что это количество будет в ближайшее время расширяться, и мы готовы к сотрудничеству с любыми организациями республики и не только. Завершенные проекты уже есть в активе резидентов? То есть, ну, мне интересно, по сути, за год сколько успели сделать? Это только проект или это уже кто-то приступил к реализации, к запуску производства? Ну, вот за полгода, так как у нас с июня только зарегистрировался первый резидент, ну, вот как было видно из сюжета, уже наши резиденты смогли найти потенциальных клиентов и в России, и на Украине, и в других странах. То есть, конечно, они пытаются это максимально сделать быстро, и мы стараемся создать им настолько комфортные условия, чтобы они думали только о своей работе и выполнении того бизнес-плана. А уже какие-то сопутствующие вопросы и проблемы мы пытаемся решать совместно с резидентами администрации технопарк. Ну, там достаточно простой был пример, потому что это программное обеспечение, да, здесь оно не требует непосредственного запуска в производство. Ни сырья, ни ничего, то есть это все-таки немножко попроще. Ну да, но в данном случае, вот опять же, показательный пример можно привести на открытие нашего технопарка. Были представители, в том числе предприятия свободноэкономической зоны, и один из наших резидентов показывал возможности своей продукции, что он может делать. И на сегодняшний день вот сотрудник нашего резидента уже работает в компании уже непосредственно резидента свободной экономической зоны. То есть настолько и впечатлил те работы, которые может делать наш резидент технопарк, что было предложено уже новое место трудоустройства. Это не поглощение? Ну, можно сказать и так, но в то же время ему не мешает сегодня работа у резидента свободноэкономической зоны, свободное время заниматься своими разработками, которые он может реализовать самостоятельно на площадях технопарка. Такое тоже не исключено. Так что забегая, наверное, к тому моменту, что у нас есть соглашение с университетами, то в то же время вот такая связь нас и производства позволит будущим выпускникам, университетам, может быть, и трудоустроиться, если они себя проявят во время, допустим, практики, которую он и будет проходить в стенах нашего технопарка. И воочию ознакомиться уже с работой конкретных резидентов, конкретного бизнеса, что их ожидает в перспективе. Давайте подойдем уже вплотную к тому, к чему вы, в общем-то, все это время и идете. Выход на полную мощность, открытие второй очереди технопарка планируется этим летом. И помимо офисов здесь также будут и зоны фудкорта, комнаты отдыха, спортзал, автосервис. А в будущем не исключено, что даже гимназия. То есть, по сути, у нас появится такой город в городе. Для кого все вот это делается? Это для тех, кто будет находиться на технопарке, кто будет находиться на этой территории. И мы формируем так называемую экосистему, в которой есть все для жизни и работы. То есть ты должен приезжать на работу, заниматься любимым делом, а все сопутствующие сервисы, они должны тебя окружать. Поэтому эта задача достаточно сложная. Но, опять же, беря на вооружение лучшие примеры зарубежной практики по развитию технопарков, мы видим, что сегодня при технопарках есть и свои гимназии, и свои институты, и свои заведения общественного питания, и свои тренажерные залы, фитнес-залы. То есть это все как бы позволяет создать такую уникальную среду, из которой человек не хочет уходить домой. Поэтому, как мне сказал один руководитель крупной IT-компании, что если бы через дорогу вы построили бы детский сад для моих работников, то они бы здесь и жили. Поэтому, конечно, потребности сегодня у бизнеса, они достаточно обширны. И мы должны не забывать, что меняется поколение, приходят уже на смену молодые люди, немножко с другим мышлением, с другими подходами к жизни. И очень мало сегодня молодых людей, которые желают работать в 8-часовой рабочий день, от звонка до звонка. То есть это, наверное, эпоха уже немножко уходит, и хотят люди получать гибкий график, свободное время, работать как очень, так и дистанционно. И вот этот весь спектр как раз-таки должна предложить инновационная организация. Ну, кроме того, вы планируете растить у себя будущих гениев IT. И с этой целью в новом технопарке планировалось создать Международный центр цифровых компетенций совместно с резидентом знаменитого Сколково. Что получилось из этого? На данном этапе мы к этому идем. То есть на сегодняшний день готовится эта площадка, под нее выделены помещения на первом этаже. Готовится соглашение международное по реализации и работе этой международной площадки. В том числе резидент Сколково предлагает помощь в учебных материалах по таким направлениям, как сегодня у всех наслухует и робототехника. Но есть и новое направление 3D-моделирования, прототипирования. Это еще одно направление интернет-вещей в быту, где школьники могут программировать поведение умного дома, умной машины, умной теплицы, умного гаража. Все это реализуется через облачные технологии. То есть, по сути дела, то, о чем говорит сегодня Академия наук Республики Беларусь и в чем работают непосредственно уже на более высоком уровне. Дети сегодня могут прикоснуться к этим вещам и поработать на практике как раз-таки в этом детском центре. Поэтому в этом направлении сегодня проводится большая работа. И я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим уже конкретный результат. Конкретный результат в каком плане? То есть, еще пока только обустройство этой среды? Обустройство, но параллельно с этим мы сегодня в качестве одного из соглашений работаем с нашим областным центром детского технического творчества. И как раз-таки видим здесь перспективы для сотрудничества. У них есть на сегодняшний день педагоги, которые занимаются с детьми как раз-таки и IT-вещами, и робототехникой. И поэтому вот совместная наша работа с ними будет полезна и позволит привлечь детей, скажем так, дополнительное образование такого инженерного профиля, что явно сегодня не хватает. Ну, это такой детский технопарк. По сути дела, вот как раз-таки вы озвучили одну из моих таких перспективных идей. И сегодня открылся в Минске уже национальный детский технопарк, да. Мы хотим, чтобы, может быть, на площадях вот взрослого технопарка расположился на базе этой центра цифровых компетенций, расположился детский региональный технопарк, чтобы это было как бы все в одном месте, и дети, находясь в детском технопарке, видели, как уже работают более взрослые. Андрей Павлович, а от сотрудничества с вузами чего вы ждете? Ну, прежде всего, это то, что у нас открытое поле для общения. Это то, что студенты могут приходить к нам на практику и знакомиться с деятельностью резидентов. Ну и в каждом вузе есть свои стартап-школы, которые работают по каким-то идеям, и зачастую потом эти идеи не реализуются. То есть они остаются как бы в рамках университета. Мы хотим, чтобы эти стартап-школы своими разработками потом уже перерастали как раз-таки уже в резидентов технопарка и реализовывались на практике с помощью наших резидентов свободной экономической зоны в том числе. Ну а помимо продвинутых в высоких технологиях и в коммерции активных, инициативных людей нужны ли еще будущему технопарку, существующему технопарку сотрудники? Вот тем, кто сейчас в поиске работы, можно направить резюме? Ну, я думаю, что резюме всегда можно направлять. У нас есть сайт в интернете smartgommel.com. Там есть электронный ящик. Можно направлять. В том числе к нам так и делают выпускники университетов. Оставляют свое резюме. Поэтому милости просим. Я желаю успеха всем вашим планам и благодарю за интересную беседу. Спасибо, что пригласили. Андрей Бабович, директор Агентства развития и содействия инвестициям, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова